Рыцарские бои, средневековый быт, музыка, танцы и мода тех времен. Все это можно было увидеть в одном из замков в Закарпатте. Три дня там проходил фестиваль средневековой культуры. Чем удивляли 15 клубов Украины, Венгрии и Словакии. Видели и наши корреспонденты. Есть локоть, есть бицепс, есть плечо, железное. Внизу железные пластины, сверху шерсть, ноги железные. Ксения Марко показывает свое обмундирование. Оно, как и у рыцарей мужчин, весит около 30 килограммов. Девушка готовится к схватке, уверяет женщины и в средневековье тоже выходили на поле боя. Бои очень похожи на настоящие средневековые. После них и синяки остаются, и даже переломы случаются. Но девушку это не пугает. Если родители поначалу противились увлечению Ксении, то коллеги-мужчины поддерживали всегда. Пару-тройку лет назад это было очень грустно и печально, потому что девочки выходили в доспехах и умирали под тяжестью доспехов. То сейчас они уже показывают достаточно неплохие результаты. Есть женщины в любых других видах спорта. Почему нет, нельзя здесь. И вот первый бой рыцарского турнира. Круповой бугурт побеждает та команда, у которой больше рыцарей устоят на ногах. Это чисто силовая дисциплина. То есть тут кто быстрее завалил противника на пол, на землю, тот и победил. В команде победителей и главный рыцарь планеты – Украинец Василий Назаров. Неделю назад он получил золото в Шотландии, где проходил чемпионат мира по средневековому бою. Я ввожу 80 килограмм без обладунка, но я могу забрать таких дядьков за 100 килограмм. Вот, в итоге, как техника, подготовка. После тяжелых боев рыцари отдыхают. Большое вещи, которые использовали люди в побуте. Вы видите, керамический посуд, деревянный, свечки есть. На фестивале звучала средневековая музыка. На таких инструментах играли несколько веков назад. Зрители могли попробовать себя в роли рыцаря или дамы. Тебе понравилось? Да, понравилось. А что тебе понравилось? Рыцари. Рыцари сражались, да? Да. И стены средневековщие, и костюмы, и кухня. И это такой отпочинок, такой, что чувствуется, как бы два тижня были отпочинку после такого действия. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область.